Всем привет! На связи Павел Багрянцев. Это наше новое видео. И я это видео уже как с прошлого, с момента прошлого видео, я уже в студии не один, напротив меня оператор, а рядом со мной мы еще не придумали имя этому человеку. Но Макс, который меня снимает, он сказал, это закредитованный чувак. Вопрос в том, что давайте придумаем все вместе, как его будут звать, потому что он мне будет ассистировать некоторые наши видео. Потому что тема видео у нас сейчас непростая, у меня тут есть заметка в айфоне, я сейчас подсмотрю. Опачки, что я осознал, когда уперся в финансовый потолок. Финансовый потолок, помните эту картину? Она очень хорошо демонстрирует, да? Мороженка Луи Виттон. Что еще может быть бесполезнее с точки зрения наших затрат? И бесполезные траты, это в том числе тоже есть наш финансовый потолок, потому что они не позволяют нам выбраться. И вот, допустим, мы уперлись в тот самый потолок, все, не заработать больше денег. И я тоже с этим столкнулся не так давно, в 34 года я столкнулся с финансовым потолком. У меня достаточно хороший доход, я хорошо зарабатываю и буду еще больше зарабатывать. Но у всех у нас на определенном этапе возникает какой-то предел. Ну, просто не вырасти в деньгах. Или есть сомнения в своей деятельности, или насколько надежна эта деятельность, насколько она стабильна, будет ли она приносить деньги завтра. В общем, у каждого человека бывает какой-то потолок. Вот и у меня он в том числе случился. И я хочу рассказать о некоторых своих осознаниях, которые я получил, проходя этот длинный этап. Он был очень длинным. А осознания я вам расскажу всего лишь три. И первое понятие такое, есть диверсификация рисков. Да, это когда мы риски делим, чтобы между какими-то областями. Допустим, диверсификация в инвестициях есть, когда мы инвестируем в разные места. И если какие-то инвестиции провальные, то за счет того, что мы вложились еще в какие-то другие, это значит, что у нас потеря как бы практически неощутима. И вот для меня такое понятие возникло, придумалось само. Диверсификация деятельности. Наш закредитованный чувак, он такой грустный. Что ты грустный-то до сих пор? Что ты глобнись-то? Он вообще не врубается, что это такое. Он работает на одной работе. Уже 50 кризисов прошло. Ему уже давно не платят зарплату. Его увольняли, возвращали, потому что он там нытик и у дверей там спал, ночевал. Потому что он даже не мог подумать в ту сторону, чтобы у него было два источника дохода. Три. Обучиться какой-то дополнительной профессии или еще чему-то. И у меня есть основных три источника дохода. И эти три источника дохода, они вокруг видеомаркетинга, то есть бизнеса, связанного с видео. У меня есть диджитал-агентство, где мы продвигаем в соцсетях, в основном с помощью видео. У меня есть мой канал, это тоже как бизнес-проект. Есть онлайн-школа. Есть другие источники дохода, но это такие небольшие ручеечки. Но основных три. Но самое интересное, что эти три источника дохода, они завязаны на видеомаркетинге и они завязаны в основном на YouTube. И это хорошо, это круто, но я понял, что надо идти дальше. То есть этот этап освоен. Я взял партнера, я делегировал какие-то процессы, высвободил время. Мне нужна еще какая-то деятельность, которая мне приносила бы деньги, которая бы никак не была связана ни с YouTube, ни с видеомаркетингом, ни с соцсетями, а совершенно что-то другое. И я нашел это в... Я иду учиться. Это самое дорогое обучение, которое только могло... Которое было в моей жизни. Я иду учиться на финансового советника. Не только для того, чтобы им быть, а для того, чтобы для себя многие вещи прояснить. И я расскажу, как я эту одну профессию трансформирую в нечто другое, нежели как она называется. То есть начинаю это я с этого. Но мне надо получить это базовое фундаментальное образование для того, чтобы достигнуть своих целей. Вот, поэтому я осваиваю такую новую специальность. Иду прямо в школу реально учиться. Это интенсивное большое обучение. Для меня это диверсификация деятельности, что я приобрету навык, возможность еще зарабатывать другим способом, никак не связанным с моей деятельностью. Меня это лично обезопасит. И это первое мое осознание. И такой подпункт номер два – это перспективное мышление. Я хожу на терапию периодически, общаюсь со специалистом. И специалист мне проявил то, чему я не был научен. Я в жизни не был научен перспективному мышлению. Что такое отсутствие перспективного мышления? Вы сейчас сразу поймете, есть оно у вас или нет. Это наступает Новый год – ой, а я не купил подарков. Или наступает 1 сентября – ой, а у нас же дети уже идут в школу. А им тетрадки там надо покупать. Поскольку там по 70 тысяч сейчас надо первоклашку отправить в школу. Там вроде бы собирали весь пакет, все, что нужно купить, все взносы. Там у кого-то под 70 тысяч выхватило. Выходило просто школьника 1 сентября форму купить, все конкретно по пунктам, все эти принадлежности. И вот знаете, ой, а где на это взять денег? О чем ты думал полгода назад, 4 месяца назад? Напишите в комментариях, были ли у вас такие темы, было ли у вас перспективное мышление, обладали ли вы им. Скажи, закредитованный, а, он же закредитованный, какое у нее перспективное мышление. Вот у него все последний момент. Это то, как я рос 33 года, по сути. 33 года я так рос, представляете? Вот у меня такое было очень часто. Хорошо, что деньги иногда просто были и за счет этого выруливал. Но часто для меня было неожиданностью. А теперь я думаю на полгода, на год вперед. А что я буду делать? А через, я уже даже задумываюсь, что я буду делать через 10 лет. И исходя из этого, я начинаю присматриваться к какой-то деятельности. То есть, которая через 10 лет, скорее всего, будет трендовой, востребованной, знаете, на все времена. Но есть же какие-то специальности, которые, предположительно, на все времена, они всегда будут нужны. Инвестировать, ну, навык, который на все времена. Ну, еще что-то там можно придумать, какое-нибудь искусство, там, актеры. Тоже на все времена. Всегда будет востребовано, какие бы времена ни наступили. Вот. Переходим к следующему пункту. Следующее, что я осознал, это нужно тупо тестировать варианты дохода. Мне понравился однажды пример одного из моих клиентов, которому мы ввели канал. Человек зарабатывает значительно младше меня и зарабатывает значительно больше. И мне понравилась его аналогия. Это как морской бой. То есть, у тебя есть вариант, чем можно заниматься. Надеюсь, у вас есть эти варианты. Кстати, я когда-то сел и написал для себя, по-моему, около 20 вариантов, на чем потенциально я могу заработать денег. В некоторых вариантах я вообще не представлял, как это сделать, но я их написал, что, наверное, если поковырять, пообщаться, кинуть клич, то кто-то найдется, кто-то поможет, объяснит, как зарабатывать таким способом. Я, в общем, написал. Конечно, из этих 20 пунктов сработал там 1-2, но зато сработал так хорошо. И вот, знаете, это как морской бой. Там, Б-4, мимо. Там, Д-10, попал. Вопрос, куда попал? Если это кораблик из двух клеточек, то как бы попал, но такой кораблик маленький, как бы неинтересный. Чтобы выиграть, надо там, ну, все корабли, понятно, потопить, и нужно потопить в том числе самый большой корабль. Вот даже если вы тестировали какую-то деятельность, и эта деятельность начала приносить деньги, то это может быть незначительный доход. Где-то там, по правилам морского боя, есть большой корабль, надо продолжать стрелять. И вот я так же и делал. У меня какой-то доход с книги, какой-то доход с Яндекс.Видео начал приходить, Яндекс.Эфир, там тоже у меня монетизируется. Ну, причем уже там 40 тысяч в месяц. Было 30, уже 40 тысяч в месяц. Доход хороший, но в глобальном плане я как бы целюсь дальше. Я вот ищу те самые как бы большие корабли. Вот та же самая аналогия с морским боем. Ты умеешь играть в эту-то хоть игру? Рубанем после видосика. И третий пункт. У меня будет видео посвящено тоже каким-то моим сильным внутренним как бы порывам, переживаниям, кризисам. Это видео будет позже. Вот. Что я перестал делать и как это изменило мою жизнь. И вот этот пункт, он примерно оттуда. Я понял, что построив онлайн-бизнес, освоив там профессию менеджера YouTube, построив, кстати, ссылка есть в описании под видео на эту удаленную интернет-профессию. Да, действительно, можно хорошо зарабатывать, я на этом хорошо зарабатываю. Но все мои бизнесы, они онлайн. И я понял, что мне как бы все тяжело. Мне тяжело долго сидеть за компом. Мне хочется какого-то движения, хочется с людьми общаться. Тем более я пошел учиться на финансовый советник у меня завтра. Завтра с момента, как я записываю это видео. Видео, естественно, выйдет позже. Завтра начинается обучение. И я понял, что я хочу пропитаться вот этой атмосферой, инвестицией, общаться с более опытными инвесторами, что-то делать вместе, какие-то проекты. И я сейчас открываю в Сочи один из проектов, это такое сообщество инвесторов. Я потом его анонсирую. Кто из Сочи, ждите, в моих всех соцсетях будет. Я скажу, куда можно подписаться, чтобы наблюдать. Там будут живые мероприятия, да, какие-то тусовки. Я это как бы в Сочи направление возглавляю, начинаю организовывать. Я не знаю, что мне это пока даст, но мне это важно. Там есть перспектива. И вот для меня был вывод, что нужно начинать вокруг себя формировать то сообщество, если ты хочешь вырасти в какой-то сфере. Если хочешь прокачаться, потому что за почти год, который я вот учусь инвестировать, у меня есть продвижения, но они незначительные. Они то начинают, а потом откладываю на месяцы за каких-то дел, перестаю там обучаться. То есть какие-то обучалки, курсы смотрю, понимаю, что нужно идти глубже, чтобы это было значительной частью жизни. Нужно сообщество, нужны примеры, с кем общаться, у кого можно спросить. И вот просто сам беру и начинаю делать. Был бы я в Питере, все было бы проще. Я там вырос, куча знакомых. А тут в незнакомом городе, ну, никогда не поздно начинать сначала, у меня здесь не так много друзей. Но я начинаю эту движуху. К чему я это говорю? А к тому, у тебя, кстати, есть друзья в Сочи? В общем, строю сообщество. Получится или нет, не знаю. Это очередной выстрел в поисках большого корабля, ну, который я топить не буду, а который, наоборот, буду делать еще больше с помощью своих ресурсов, энергии и так далее. И многие из вас спрашивали, Павел, как войти к окружению успешных людей? Я всегда говорил, будьте им полезны. Как я могу быть полезен, я ничего не умею. Вот я для этих успешных людей ничем не полезен. Они-то знают про инвестиции, я не знаю. Но я уверен, что они тоже хотят общаться с такими же. Я хочу им дать какую-то пользу, какое-то объединение. Они тоже хотят обмениваться опытом. И я помогаю им создать эту площадку для обмена опытом, чтобы они наконец-то встретились, пообщались друг с другом, были полезны. И я для них формирую эту инфраструктуру. И взамен у меня будет возможность быть с ними наравне, общаться, понимать, слушать, узнавать, интересоваться опытом и заводить новые знакомства. Вот как можно быть полезным, успешным людям, которым вы, на первый взгляд, не интересны. Да, им от вас ничего не надо. Вот были бы вы как миллиардерами с кучей инвестиций, и тогда, да, они бы сами к вам стучались, чтобы с вами пообщаться. А вот так, когда особо ничего нет, чем быть интересным? Вот, например, так. Друзья, ставим лайк, если тема видео понравилась. Если формат вам нравится, давайте придумаем имя. И стоит ли вообще дальше брать эту личность, эту голову. Личность, ну я загнул. Вот эту голову в наш кадр. Ну и все. Всем пока. Оставляйте комментарии.